Андрей Шляхов. Записки патолога-анатома. If thought is life, and straight and breath, and the want of thought is death. William Blake, the fly. Если сила жизни в мысли, то и смерть сокрыта в ней. William Blake, муха. Сначала они извлекают мозг через ноздри железным крючком. Этим способом удаляют только часть мозга. Остальную же часть путем впрыскивания растворяющих снадобий. Затем делают острым эфиопским камнем разрез в паху и очищают всю брюшную полость от внутренностей. Вычистив брюшную полость и промыв ее пальмовым вином, мастера потом вновь прочищают ее растертыми благовониями. Наконец наполняют чрево чистой растертой миррой, кассией и прочими благовониями, кроме ладана. И снова зашивают. После этого тело на 70 дней кладут в натровый щелок. Больше 70 дней, однако, оставлять тело в щелоке нельзя. По истечении же этого 70-дневного срока, обмыв тело, обвивают повязкой из разрезанного на ленты вессонного полотна и намазывают комедию. Ее употребляют вместо клея. После этого родственники берут тело назад. Изготовляют деревянный саркофаг в виде человеческой фигуры и помещают туда покойника. Геродот. История. Перевод Гаа Стратановского. ПРОЛОГ Тринадцать заповедей патологоанатома. Первое. Не верь врачам, залечившим пациента до летального исхода. Второе. Будь почтителен с тем, кто уже отправился в последний путь. Третье. Никогда не отчаивайся. Если не можешь найти причину смерти, указывай, какую пожелаешь, ведь ты последняя инстанция. Четвертое. Пьянство на рабочем месте не порог, а одна из издержек профессии. Пятое. Спи сном праведника, ведь ты всегда и во всем прав. Шестая. Не ищи смысл жизни во время вскрытия. Седьмая. Всегда помни о смерти, твоем поставщике. Восьмая. Если твой пациент начинает предъявлять жалобы, гони его из морга. Девятое. Прежде чем знакомиться с девушкой, придумай себе менее пугающую специальность. Десятое. Не уверен, не вскрывай. Одиннадцатое. Не жалей сил для поиска истины. Чем больше найдешь, тем больше унесешь. Двенадцатое. Поговорку семь раз отмерь, один раз отрежь, придумали идиоты. Тринадцатое. Скальпель в твоей руке не просто нож, а оружие возмездие. Глава первая. Кафедра. На суетливого молодого человека в слишком теплой кожаной куртке Данилов обратил внимание еще в вагоне. Бледное лицо с глубоко запавшими глазами, испарено на лбу, резкие повороты головы, судорожные движения рук. Парень явно искал то, что можно украсть и обменять на дозу. Если хочешь выйти из общественного транспорта со всеми своими вещами, внимательно смотри на тех, кто рядом. И не обольщайся ничьим добропорядочным видом. А если сосед выглядит подозрительно, удвой бдительность. Данилов машинально проверил телефон и бумажник. Мобильник лежал в чехле, прицепленном к поясу, а бумажник во внутреннем, застегнутом на молнию кармане жилета. После Красносельской парень в кожанке переместился ближе к центральному выходу. Наверное, посчитал ехавших в вагоне пассажиров бесперспективными. Данилов, которому надо было выходить на сокольниках, встал за ним и, принюхавшись, не удивился тому, что обладатель потертой куртки, грязных обтрепанных джинсов и стоптанных в лапти кроссовок пользуется дорогим одеколоном. Чуть ли не у каждого опустившегося человека сохраняется какая-нибудь одна привычка из прежней нормальной жизни. Эта соломинка не только помогает своему обладателю выделиться в среде таких же опустившихся людей, но и служит призрачной гарантией того, что еще не все потеряно, что жизнь еще может наладиться. Данилов вспомнил дядю Мишу, алкоголика, некогда жившего в соседнем дворе, а ныне покоящегося на Николо-Архангельском кладбище. Дядя Миша, когда-то бывший начальником экспериментального цеха, одного из секретных научно-исследовательских институтов, пропил все свое имущество до последней простыни. Но сохранил радиоприемник ВЭФ-202, которым его наградили за успехи в социалистическом соревновании. «Это память», — говорил он. «А без памяти человек не человек, а так — субстанция». Выходя на своей станции, Данилов потерял косуху из виду и снова заметил его только на лестнице. Оказавшись на улице, косуха остановился и принялся деловито хлопать себя по карманам, будто стараясь найти сигареты и зажигалку. По сторонам он при этом смотрел очень внимательно. Данилов ускорил шаг, чтобы успеть перейти дорогу на зеленый свет, но при его приближении светофор издевательски замигал и переключился на красный. Пришлось остановиться. Когда снова загорелся зеленый, Данилов приготовился уже сойти с тротуара, как вдруг услышал позади громкое и гневное «Отдай! Отдай телефон, сволочь!» Слева от Данилова, чуть не сбив его с ног, пробежал человек, разглядеть которого толком не удалось. Лишь по знакомому запаху одеколона Данилов понял, что это наркоман в кожаной куртке. Следом за косухой бежала высокая брюнетка в синем брючном костюме. Девушка явно отставала. Тяжело держать скорость на высоких каблуках. «Вот гад!» Данилов сорвался с места и устремился вперед, на бегу перекинув мешавшую сумку с левого бока за спину. Девушку он обогнал сразу же, еще на проезжей части, и успел увидеть, как косуха побежал вглубь квартала. «Понятное дело, не побежит же он вдоль дороги», — подумал Данилов. Завидев бегущего доктора, прохожие отшатывались. Косуха свернул налево за Макдональдсом. Данилов удовлетворенно отметил, что расстояние между ними понемногу сокращается. «Вот я молодец, а также спортсмен!» — бегущего наркомана почти догнал. На улице Барболина Данилов был уже в трех метрах от похитителя телефона. «Стой! Все равно догоню!» — крикнул Данилов и сразу же пожалел об этом. Надо было беречь дыхание, а не орать попусту. Косуха обернулся на бегу, оценивая перспективу. Секунды позже украденный телефон полетел влево, на газон, а сам похититель метнулся направо, на какую-то из сокольнических улиц. Данилов не стал продолжать погоню. Он остановился около телефона, поднял его и внимательно осмотрел, пока восстанавливалось дыхание. Дорогому, новенькому на вид смартфону повезло. Упав на мягкую траву, он совсем не пострадал. Страшно представить, что было бы приземлись он на асфальт. Мысленно поблагодарив Косуху за предусмотрительность, Данилов сунул телефон в один из жилетных карманов, оправил рубашку, выбившуюся из-под ремня, и уже спокойным шагом двинулся обратно. Он внимательно смотрел вперед, стараясь углядеть стройную стриженную брюнетку в синем костюме. Увы, Данилов дошел до вестибюля метро, потоптался около него минут пять, но так и не встретил хозяйку телефона. Взглянув на часы, он решил вечером поискать владелицу по номерам, сохраненным в памяти телефона. В этом году первое сентября выдалось на славу. Было сухо, солнечно, но не жарко. Данилов удивился тому, что внезапно исчезли все дети с цветами, но сразу же сообразил, что школьные линейки давно уже начались. Интересно, как там Никита? Донес ли букет до школы? Вчера вечером парень долго отказывался брать в школу, принесенной Еленой, букет из одиннадцати роскошных красных роз, которые предназначались классной руководительнице Валентине Антоновне. Никита терпеть ее не мог, считая дурой и врединой. Данилов, пару раз видевший Валентину Антоновну, полностью разделял его мнение. В конце концов, Никита позволил матери уговорить себя, но Данилов, успевший хорошо изучить характер мальчика, не исключал, что по дороге в школу парень может вручить букет первой же девушке, которая обратит на себя его внимание. Троллейбус не только подошел к остановке одновременно с Даниловым, но и оказался почти пустым. Владимир сел у окна и так глубоко задумался, что чуть было не проехал свою остановку. Выручила память, когда-то именно здесь, в 133-й городской больнице, носивший имя профессора Остроухова, свежеиспеченный доктор Данилов проходил интернатуру по анестезиологии и реанимации. «Все возвращается на круги своя», — усмехнулся про себя Данилов. «Был интерном, стал ординатором». «Прогрессирую, и это главное». Владимир слегка хорохорился, в глубине души его беспокоила не только смена профессии, но и сопутствующие обстоятельства. «Несмотря на время, прошедшее с момента окончания учебы, вы показали превосходный результат», — сказал во время собеседования профессор Мусинский. «93 правильных ответа из 100 даст не каждый сотрудник нашей кафедры. Но вот ваше решение меня лично очень удивляет. Податься в патологоанатомы после стольких лет работы врачом, если не секрет, то каковы были мотивы, побудившие вас, Владимир Александрович, поступить к нам в ординатуру?» «Заведующий кафедрой, несмотря на относительную молодость, пятьдесят с хвостиком, был веедлив и дотошен. Во всем он прежде всего ценил ясность. Впрочем, патологоанатому положено быть именно таким». «Я устал от лечебной работы», — ответил Данилов. «К тому же меня всегда привлекала патологическая анатомия». «Интересно узнать, чем именно», — оживился Мусинский, обводя взглядом остальных членов комиссии. «В нас же, мягко говоря, не очень эстетично». «В медицине эстетам делать нечего», — улыбнулся Данилов. «Апатонатомия, на мой взгляд, самая интересная область медицины. Для думающего человека, конечно. Постоянно решаешь загадки, анализируешь, делаешь выводы. Очень увлекательно». «Так, ясно», — заведующий кафедрой покивал головой. «Значит, на скорой помощи или в анестезиологии вам было мало загадок? Или там вы действовали, не думая?» «Отчего же, не думая?» Данилов понял, что по предмету его больше спрашивать сегодня не будут. «Думал, но от этого приятного процесса меня то и дело отвлекали различные сопутствующие обстоятельства. Настал день, и захотелось побольше спокойствия, меньше суетиться, больше думать. Исповедоваться на собеседовании Данилову не хотелось. А вы читали окончательный диагноз Артура Хейли?» Мусинский явно был мастером как каверзных, так и неожиданных вопросов. «Читал давно, еще в студенческие годы». «Впечатлило?» «Нет», — честно признался Данилов. «Не впечатлило». «Это хорошо», — одобрил заведующий кафедрой. «А почему?» Поединок умов неэтично накладывается на конфликт нового и старого, особенно в медицине. Данилову самому понравилось, как емко и сжато он сформулировал ответ. «Спасибо», — после нескольких секунд молчания сказал заведующий кафедрой, давая понять, что собеседование окончено. С двумя пятерками, по итогам тестирования и собеседования, место в ординатуре Данилову было обеспечено. Чудесное, бесплатное место, не только финансируемое из федерального бюджета, но и приносящее своему обладателю стабильный ежемесячный доход в размере двух с половиной тысяч рублей. Бешеные деньги — это не большие деньги, а те, получая которые можно сбеситься, сказала Елена. «Ничего», — отмахнулся Данилов, «я же еще и работать буду по специальности». «На скорой», — удивилась Елена, «но ты же сам говорил». «Правильно говорил», — подтвердил Данилов. «На скорую не вернусь. Подработка у меня классная. Фельдшером-лаборантом в патологоанатомии». «Вова!» — только и выдохнула Елена. «Ты что, с ума сошел? Подрабатывать лаборантом в морге? С врачебным дипломом в кармане?» «Так это же подработка», — пожал плечами Данилов. «В трудовую она не пишется. Да и что плохого? Буду оформлять документацию, готовить фиксаторы и микропрепараты, следить за приборами, точить ножи». «Какие еще ножи?» «Микротомные, какие еще?» «Заодно буду потихоньку входить в курс дела, на практике. По-моему, очень полезно». «Ох, Данилов!» — вздохнула Елена и перевела разговор на учебу, не дав Данилову сказать, сколько он будет получать, подрабатывая на должности лаборанта. Вместе с надбавками и премиями на полставки у него должно было выходить вполне прилично. Во всяком случае, так обещал заведующий патологоанатомическим отделением, жена которого работала на одной кафедре с Полянским. Именно Игорь и пристроил Данилова в совместители, когда выяснилось, что работать тому в сущности негде. С пациентами Данилов не хотел иметь дело так же, как не хотел играть по вечерам на скрипке в какой-нибудь полупафосной харчевне. Музыка и прием пищи были в его понимании несовместимы, а работать было необходимо. Что он будет за мужик, если не сможет кормить семью? Предложение друга оказалось как нельзя кстати. Да и заведующий Моргом Данилову понравился. Нормальный сорокалетний мужик, без особенных амбиций и начальственного чванства. «Отделение у нас непростое, текучесть кадров большая, дисциплина хромает», признался заведующий Юрий Юрьевич. «Поэтому нормальных сотрудников я не обижаю, поощряю как могу, лишь бы работали добросовестно». Непростым отделение было потому, что являлось централизованным, обслуживало не одну больницу, а несколько. Больше работы, больше писанины, больше суеты. «Над графиком, конечно, придется поколдовать», слегка погрустнел заведующий. Данилов понимал проблему. В патолого-анатомических отделениях дежурят только санитары, по одному на каждое. Врачи и лаборанты работают днем, считая отсутствие ночных дежурств основным бонусом своей службы. А еще их практически никогда не вызывают ночью на работу. Принимая Данилова, имевшего диплом врача, но не имевшего сертификата по гистологии, заведующий совершал одно нарушение, привязывая график работы Данилова к его учебе в ординатуре второе. «Ладно, буду ставить вам все субботы, а остальное время раскидаем. Вас же интересуют деньги, а не количество отработанных часов». «Часы меня не интересуют», – подтвердил Данилов. «Тогда поступим так. В заявлении укажите не 0,5 ставки, а до 0,5. Приходить будете ежедневно во второй половине дня и заниматься препаратами, поддерживать в порядке оборудование, заполнять бумажки. По субботам приходите с утра. Сделали дело, идите домой. Учитывая, что ваш график несколько условный, при необходимости вы можете пропустить какой-то день, только не забывайте заранее меня предупредить. Надеюсь на понимание. Вас рекомендовали как вменяемого человека. Мне надо, чтобы работа была сделана как надо. Все остальное решаемо. Усердие вознаграждается материально». «Я все понял. Надеюсь, вы будете мной довольны». О такой подработке можно было только мечтать. Пришел, сделал, ушел. Тихо, спокойно, никто не напрягает. Главное, чтобы деньги платили. И еще, чтобы никакой правдолюбец не настучал куда следует о нарушении трудового законодательства и финансовой дисциплины. Впрочем, последнее мало волновало Данилова. Раз заведующий сам предлагает поступить подобным образом, значит, его начальство это негласно поощряет. «Через месяц станет ясно, приработаетесь вы или нет», сказал Юрий Юрьевич, давая понять, что разговор окончен. Данилов не сомневался, что все будет в порядке. Необходимые лаборанту навыки он приобрел еще в институте, в студенческом кружке, на кафедре гистологии. А это как умение ездить на велосипеде на всю оставшуюся жизнь.